Девочки, сижу у мамки и отвечаю на вопросы про шкурку куриную. Вот сегодня я тему вам дала. И главное, все пишут, что шкурка куриная вредна. Я же еще раз повторюсь, как в ролике. А почему мы раньше запекали уточку в духовке с рисом или с яблоками? Помните? И шкурочку обдирали, ели в первую очередь. А курочку на бутылочке намаринуюшь ее с майонезом, с чесночком, туда томатика. Наливаешь в молочную бутылку воды, одеваешь эту курицу на эту бутылку и ставишь в духовку. Почему раньше мы об этом не думали? Вот лежит рядом, 95-й год. Она не знает, что такое холестерин. Вы знаете, как она в детстве ела? Мы не ели сливочное масло, мы ели маргарин. Вот она растопит маргарин, нажарит драников. Каждый драник в маргарин обмокает и сложит у кастрюльку. И мы это ели. На маргарине мы выросли. Мы не думали про холестерин. А теперь приходишь к врачу, в первую очередь кровь на холестерин. Все. Холестерин – это самый знойный зверь у нас в организме. Холестерин. Как же? У нас холестерин. Почему вот то поколение вот живет до 95, до 97, до 90 лет? Почему у них не было холестерина? Что они маргарин не жрали? Жрали они сплошной маргарин. Вредный маргарин жрали. А мы сейчас боимся пачку маргарина в выпечку куда-то засунуть. Мы сейчас уже печем некоторые на сливочном масле, потому что маргарин вреден. Это что сейчас у нас нету жира в пачках. А раньше было написано сало растительное, жир свиной. И картошку жарили только на этом комбинжире, как говорила моя мамка. Комбинжир. И пачка жира стоила в мое детство 37 копеек, как я сейчас помню. Мамка всегда приходила и вела учет, что она купила. Вот она записывала. Жир 37 копеек. Вот раньше на этом жару, кто мое поколение, а кто и старше, тот помнит, что мы пользовались этим жиром. Теперь в магазине, у нас лично в Гомеле, жира не сыщешь. Я как-то один раз задалась с целью купить жир свиной. Я его не нашла. Куда делся жир, я не знаю. Но однажды я жир свиной нашла в таких пластиковых баночках, как сметана от Проспеквашина, да? Я набрала штук 5 банок и я ела этот жир. Я жарила картошку на этом жиру. Не на масле подсолнечном, как мы сейчас жрем. Вот у нас сейчас холестерин. От чего? Вот это масло подсолнечное 20 видов стоит в магазине. А вы думаете, это что, семечек сделано? Это какая-то техническая переработка. Раньше мы масло подсолнечное покупали в украинцах. Украинцы нам привозили в бидонах, в молочных бидонах, в алюминиевых. И продавали масло подсолнечное. И ты шел на рынок с баночкой или с бутылочкой, покупал это масло разливное. У нас в Гомеле было так. Вспомните, было ли у вас так, что Украина нам возила, нас кормило маслом подсолнечным, натуральным. А теперь что мы жрем? Вот это в бутылках масло стоит, донское, золотая семечка, какая-нибудь доярочка, домашняя. Это что, это масло подсолнечное? Это не масло, это вообще техническая переработка, черт знает чего. Вот отсюда у нас холестерин, а не от шкурки свиной и не от шкурки куриной. От чего от шкурки куриной будет холестерин? Вот скажите мне, пожалуйста. А от мяса не будет холестерина? Так чего же мы и мясо едим тогда? Это бред собачий. Девочки, это собачий бред, что от шкурки холестерин. От масла подсолнечного у нас холестерин, потому что мы бутылками его жрем. Вот масло закончилось, идешь в магазин. Где же эта золотая семечка? Как я покупаю только золотую семечку. Или какое-нибудь донское. Или хозяюшка. Какие там названия. Вы смотрите, сколько разновидностей подсолнечного масла в магазинах. А это что, натуральное? Первый отжим вам. Это химия. Это натуральная химия. Так вот, лучше купить жир свиной, купить где-нибудь. Но у нас у Гомеля его нет. Жира свинного. Раньше же был и говяжий. Ну, говяжий, не знаю, как он раньше писался. Писался жир кулинарный. В брикетах, в таких вот пачках, как маргарин. У меня надоело отвечать в комментарии про шкурки. Сижу, отвечаю в комментарии про шкурки. И всем пишу одно и то же, что раньше ели курочку на бутылочке в духовке. Ну, вспомните, курочку на бутылочке мариновали, одевали на бутылочку, кушали. Ничего не было с нами, правда? Холестерина у нас не было. Нас просто припугнули, девочки. Нас припугнули этим холестерином. Вот я подписана на доктора Петрика. Доктор Петрик. Он такой умный доктор. Он так хорошо всё рассказывает, всё рассуждает. Вот, я не знаю. Понимаете, что холестерин в организме нужен? Холестерин сама печень вырабатывает. Потому что он нужен в организме. Но я не могу грамотно вам объяснить. Ну, вот как-то вот так. А мы его пьём, эти травостатины пьём, пьём. Губим печень, губим. Печень выбросит холестерин. А мы его давим, эту печень не выбрасывай. Печень выбросит нам холестерин для организма. А мы его таблеткой давим. Не выпускай нас. Не выпускай. Ну, что это такое, а? Ну, раньше же не было такого. Вот лежит мамка, я же помню, по каким врачам она ходила. Я помню, какие анализы она сдавала. Раньше на холестерин никто не обращал внимания. Лет сорок назад никто даже на этот холестерин не обращал внимания. А теперь сплошь и рядом холестерин, 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 холестерин. Да надоело всё. Вот не жили бы они до 90-х годов, если бы они не жрали маргарин, куриные шкурки, что там ещё вредное. А нам в шкурах нельзя, маргарина нам нельзя, масло подсолнечное нам нельзя, нам только на дальняное, оливковое, что там ещё нам нельзя. И всё нам нельзя. Макароны нам нельзя жрать, потому что это углеводы. Раньше не знали, что такое слово углеводы. Ой, я не знаю, какая теперь жизнь. Сейчас очень много грамотных. Очень много развелось грамотных, которые не приносят никакой пользы. Правильно, один китайский, не китайский, а может японский, не знаю, какой-то врач сказал, ему было 115 лет, я его в интернете нашла. Он говорит, слушайте свой организм. Вот слушайте, что организм хочет, то организму и давайте. Он говорит, я дожил до этих лет, я, говорит, работал, не помню. Я подробностей не помню. Он говорит, у меня на обед был только стакан молока и кусок чёрного хлеба. И человек дожил до таких лет. Всё, моя лекция закончилась. Пока. Доброе утро, доброе утро, доброе утро, мои зрители, мои подписчики, доброе утро. С вами Беларусь Гомель. Вот, была у меня такая вот Антоновочка, вот такая вот. Я решила её запечь. Вырезала такое место, где был цветочек, засыпала сахаром и сейчас отправлю в духовку. Вот, хочется печеное яблоко и маме отнесу печеное яблочко. Может, кто-нибудь как-то запекает по-другому, но я не знаю. Я вот так вот привыкла вырезать такое гнёздышко, засыпаю сахаром. Сейчас они лопнут, треснут, развалятся. Может, надо зубочисткой мне сделать наколы. Вот, сейчас сделаю, попробую. Всё, всё равно они все трескаются и разваливаются. Так что, решила запечь яблочки. Девочки, это я решила вам показаться. А то, скажите, какая-нибудь пьяная, там подбитая лежит. Поставила в духовку яблоки. Вот, дома очень холодно. Вот, у меня одна кофта шерстяная. Вот, вон, с под рукава видно свитер. В этом синем свитере я сплю, короче, как бумж. Вот, что хочу сказать. Что хочу вам сказать? Я не знаю, что хочу вам сказать. Сегодня день пасмурный у нас. Льёт дождь. Холодно. Отоплением даже и не пахнет у нас. Отвечала вчера вам на комментарии. Там уже два комментария мне поступило. А что вы дали своим детям и обеспечили ли вы свою старость? Я уже говорила, своим детям я не дала ничего, с чего мне дать, когда у меня зарплата была дворника. И я живу одна без мужа. Когда живёшь с мужем две зарплаты, тогда что-то собирается, что-то можешь детям дать. Но мои дети знают, что у меня нет ни сберкнижки по 26 тысяч. Нет ни сберкнижки и по тысяче нет. Дети знают, что у меня нет сберкнижки, нет никакого вклада. Дети знают мои, что я каждый месяц живу, в долг залажу. И поэтому я своим детям ничего не дала. Я это уже говорила ранее на канале. Может быть, в этом канале есть... На этом канале есть такой ролик. Детям своим я ничего не дала. Мои дети сами себя... Сами себя... Противень упала. Мои дети сами себя обеспечили. Вот. И поэтому детям я ничего не дала. Но там-то вопрос, что обеспечили ли вы свою старость. Девочки, ну у меня есть эта малосемейка. По крайней мере, если я слягу, нянька ко мне сюда ходить будет. У меня все удобства и средний косметический ремонт у меня есть. Так что лежать я буду у своей малосемейки. Вот. И я думаю, что нянька приходить будет, или сиделка, или кто она, или тот, кому останется это жилье, кто будет меня досматривать. Так что я считаю, что я себя обеспечила. Я даже хотела себя обеспечить, купить правильное судно, клеенку. Но мне отговорили, сказали, зачем себе делать базу. И клеенка, она с годами потрескается. Вот. Но, не знаю. Надо вести. Я все время хотела вести дневник. Что надо для лежачего больного. У меня уже опыт есть, и я уже вижу, что надо для моей мамы. Вот судно. Есть два вида. Одно есть такое просто квадратное, которое больно подставлять под спину. А другое судно с подкатостью. И поэтому я хотела вести такой дневник все-таки. Что надо купить для лежачего больного. Что надо делать. Когда будут пролежни, что надо делать. Как надо вести себя. Рекламируют вот эти пластыри противопролежные. Я столько убухала денег. Маме пластырь прикладываешь. Это до одного места. Это если у человека немереное количество денег, немереное, то этот противопролежневый пластырь, он очень дорого стоит. Один пластырь стоит что-то. Ой, я не помню, но я отдавала 50 белорусских рублей. И он, во-первых, отклеивается. Во-вторых, купи этот пластырь, приклей. А под него еще надо специальный бинтик наверх наклеивать. Это очень много денег. Поэтому врачи рекламируют этот пластырь. Но он нам, среднему, рабочему классу, не под силу. И поэтому, если бы я была нефтяной магнат, и у меня были какие-то залежи долларов, денег, то тогда можно. Так что я все время собираюсь купить тетрадочку и просто записать, если человек слег, что ему надо и как ему надо. Все-таки заметка, даже хотя бы детям на первое время, что как себя вести или что-то надо купить, сделать, это не помешает. Так что там два вопроса одинаковых, что вы дали детям и обеспечили ли вы себе старость. Буквально вот свежие два комментария. Старость я себе и считаю обеспечила. У меня есть квартира со всеми удобствами. И ко мне придет любая нянька. Вот. Так как вы говорили, вы у мамы брезвуете есть. Я не брезвую есть, девочки. Если я, я раньше практиковала, брала с собой туда, отваривала и пельмени, и все. Но это кастрюльку помой, тарелочку помой. Там удобств никаких. Мы моем в ведерке. Греем чайничек, кто не знает. Выливаем ведеркой, моем ведерки тряпочкой. А потом вытираем полотенечком. Потом это ведерко выносишь. Я выплескиваю во двор, за что я получаю от сестры по шее. Что у меня весь двор, блядь, в этих, ой, весь двор в этих плеволках. У посудных. А Лена выносит в огород. Но я не пойду в огород выносить ведро. У помойную яму. Так что удобств у меня нет. Там у мамы нет никаких. И поэтому я считаю, что старость себе обеспечена. Какая-никакая малосемейка у меня есть. И я буду лежать в чистоте и в теплоте. Вот. Ну а так, более никаких таких комментариев я ответила там про шкурку. Ну вот. Даже не знаю. Вот такая вот жизнь однообразная. Я сегодня пролежала до 11 часов в постели. Я проснулась. Я вообще просынаюсь девочке рано. Я под напряжением. Я вот просынаюсь. Смотрю на часы 7 часов. Думаю, или Лена вышла с дома. Или Лена уже едет. Потом думаю, так, пол восьмого, восемь, восемь. Все, Лена уже четко в нее восемь. И уже в восемь у меня то ли я отключаюсь опять на час, то ли я уже спокойно, моя душа, и я не сплю. И вот так вот сегодня я провалялась где-то с часов семи и до одиннадцать. Я просто лежала. Мне было так хорошо. Одиннадцать часов, а я лежу еще. Пять минут двенадцатого. Думаю, все, хватит наглеть, надо подниматься. Вот поднялась, поела гречки, доела свою кильку в томате, яблоки загрузила. И вот сижу. С ремонта обуви мне не звонят, чтобы я забрала сапоги, значит, еще не готова. На улицу никуда не пойдешь. А, сегодня же был привоз в секонд-хенд. Я чего? Я думала идти и не идти. Думаю, чего я пойду? Что мне там надо? Мне ничего там не надо. Сколько надо этого тряпья? Вот, думаю, пропущу я этот привоз, не пойду я. И, короче, я сегодня на привоз не пошла. Вот сижу дома и даже не тянет секонд-хенд. Вот, может быть, и загляну так. Ну, ничего мне там не надо, и поэтому. Сейчас зима, с виторков навалом, куртки есть. Ай, чего туда ходить? Вот, так что делать особо не буду. Хожу, туляюсь туда-сюда. Надо пропылесосить немножко. Ну, и все. Больше нечего делать, нечего рассказывать. Девочки, вот смотрите, как они все равно развалились. Хоть прокалывай их, хоть не прокалывай, все равно они развалились. Девочки, купила я пупочков себе, желудочка. Вот, промыла их. Ночь они у меня мокли. Сейчас я буду их отваривать. Отваривать потом хочу, но это не одного дня дела. Сегодня отварю, а завтра перекручу на мясорубочку, напеку блинчиков. Вот так каждый раз запекается Антоновка. Даже этот раз измазала духовку. Сейчас протирала сбоку, потому что противень мелкая и вышла из берегов. Вот так она трескается. Сейчас, скажите, передержала. Не передержала я. На каких-то 10-15 минут. Вот, они все мягкие. И вот так каждый раз они расплываются, расползаются. Ну, маме-то отнесу, а для, если бы вот так вот кто пришел, да, угостись яблоком. Оно вообще вот треснуло, разлезлося и все. Не знаю я. У меня так всегда Антоновка запекается. Может, кто-то знает другой способ. Напишите. Вот так, девочки, буду есть свою страшную вкуснятину. Страшная вкуснятина. Она страшная на внешний вид. Вот. Ну, вот так вот получилось. Я помню, когда в детстве у нас была русская печка, и мамка в противень, в самодельную противень положит такие яблоки. Они тоже так трескались. Тоже так расползались. Айда ко мне, девчонки, мальчишки, на запеченную Антоновку. Поела я, девочки, яблоко три без всякого аппетита. Не знаю. Раньше в детстве как-то... В детстве ждешь, пока мамка запечет. Вот, с печки эту противень у достанет. Оно все так вот запекается. Ты берешь сахар, посыпаешь и ешь. Теперь у меня нет никакой охоты к печеному яблоку. Я вот съела три, но съела с безразличием. Третье съела уже через силу. Пока ела печеные яблоки, вспомнилась мне инфекционная больница. С нами же лежала вначале мамочка с девочкой, а потом лежал Давид. И вот, когда детям приносят еду, детям приносят еду немножко другую, немножко измененную. Вот. И ложили печеное яблочко. Но у них печеное яблочко было целое. Яблочко было летнее печеное. Не Антоновка. А было такое обычное сладкое яблоко, но было запеченное. Но дети его почему-то не ели. Ни девочка с мамой, и Давида. Как я не уговаривала, Давид, съешь это яблоко печеное. Оно побыло вот в духовке, оно просто запеклось. Не ели дети печеные яблоки. Вот. Но печеные яблоки, запеченные яблоки полезны. Я помню, когда у моей Натальи, она была маленькая, это она 79-го года рождения, было расстройство желудка, и доктор говорила, запекайте яблоко и давайте. И вообще, при любом расстройстве желудка, при поносе, врачи рекомендуют печеные яблоки. И у меня, когда был сбой в кишечнике, вот уже у меня, вот-вот, наверное, года три назад, я приходила к инфекционисту, все, она меня лечила. Она говорила, печеные яблоки кушайте. Не знаю почему. Наверное, какие-то микробы они убивают в желудке. Все, девочки, на этом, наверное, заканчиваю я. Ну, нечего мне пока вам показать. Мои желудочки, эти пупочки куриные, варятся, вскипели они, я их под холодную водичку промыла, следующей водичкой залила, сейчас они уже кипят в чистой прозрачной водичке. Пусть они поварятся, сейчас лучок морковочка, а завтра уже будем с вами делать блинчики. Завтра я запеку блинчиков, перекручу через мясорубку пупки, заправлю их жареным лучком и заверну в блинчики. Сегодня уже не успею, сейчас у нас два часа дня, через два часа мне выходить. Вот так, что я сегодня уже ничего не успеваю. Раз до одиннадцати пролежала у постели, значит уже с блинчиками у меня отпадает. Ну, я блинчики хочу сделать ради мамки, потому что молочное мы от нее забрали, многие блюда от нее ушли, и поэтому, как бы, понимаете, нечем кормить ее. Кормим одним и тем же кашами на воде. Вчера купила ей маленький детский кефирчик, такой детский, так покормила картошкой с кефирчиком. Вот, с удовольствием она эту пачку кефира выпила. Так что хочу ради мамки спешить блинчиком, начинить этими пупочками, и, может, утром с чайком вместо каши она будет есть блин, запивать чаем. Все-таки какое-то разнообразие. Все, мои хорошие, что-то будет, я вам еще покажу. А сейчас я загружаю это видео. Всего вам хорошего, солнечного вам осеннего дня, солнечного вам настроения, улыбочек вам побольше. Всего вам хорошего. Давайте, пока.